Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа Азбука подлёдной ловли. Сегодня мы поговорим о ловле рыбы на мормышку. Самый классический вариант, который используется для данной рыбалки, это вот такая вот небольшая удочка. Форма эта в народе называется балалайка. Чем-то, наверное, отдалённо она напоминает этот музыкальный инструмент. Очень удобно для данной рыбалки по каким принципам? Во-первых, держим мы удочку, как правило, таким образом. Такая форма у нас очень хорошо ложится в руку. И при данном хвате удочки очень удобно исполнять чёткую игру мормышкой. Какими важными свойствами должна обладать удочка? Во-первых, это вес. Как правило, мормышечная ловля – это ловля на небольшие мормышки. Когда приманка весит у нас меньше грамма, снасть под них должна быть тонкая, снасть должна быть чуткая. Поэтому лёгкость удочки здесь ставится в угловую угла. То есть удочка должна быть реально лёгкой и практически ничего не весить. Как правило, корпус такой удочки исполнен из пенопласта, либо из какого-то пластика, как вот в таком варианте. И тот, и тот вариант подходит. Опять же, повторюсь, главное свойство – чтобы она реально мало весила. Важный момент балалайочной удочки в том, что в ней реализована катушка. Винтом-регулятором мы освобождаем нашу шпулю катушки. После чего выматываем леску, отпускаем то количество лески, которое нам требуется для ловли. Далее подтягиваем винт, и леска у нас застопорена, то есть отмотано чётко то количество лески, которое нам нужно. Если нам нужно смотать или наоборот размотать лески, опять же, отпускаем, разматываем. То есть всё просто и доступно. Конечно же, не только одними балалайками ограничивается выбор удильника для такой ловли. Хотел бы заострить внимание вот на таком интересном удильнике. Форма такая очень необычная, как вы можете увидеть, ни на что не похожая. В общем-то, это самоделка, которую я делал собственными руками. После того, как увидел материал в интернете, мне очень понравилось данное решение. Она, опять же, очень удобно держится в руке. И самый важный момент для зимней удочки, для подмормышков, в том, что она реально очень мало весит. Здесь присутствует ручка, она же мотовильца, которая сделана из пенопласта, в которую вставлен небольшой по длине хлыстик. Далее уже к нему крепится кивок через небольшую резинку. Мотовильца здесь реализовано достаточно простое, то есть катушки здесь никакой нет. Но на самом деле при ловле на небольших глубинах, а я такую удочку использую, как правило, на глубинах ловли до 2-3 метров, отсутствие катушки абсолютно никак не смущает и не осложняет ловлю, потому что лески используются достаточно небольшое количество, и её очень быстро можно смотать на такой мотовильце. Данный удильник я использую именно под безнасадочную, безмотыльную ловлю. Именно в безмотыльной ловле вес удильника, его эргономичность и комфортность его в руке – очень важные свойства. Данная удочка для этой ловли, на мой взгляд, очень хорошо подходит. Теперь я бы хотел рассказать о кивках под мормышечную ловлю, про их виды, материалы, из которых они сделаны, и под ту или иную ловлю, какой лучше подходит. Ну, начну опять же с этого безмотыльного удильника, и здесь у меня стоит мой любимый кивок для данной ловли. Характерный момент – кивок здесь пластиковый, сделан он из лавсана. Как можете видеть, он на себе не имеет никаких элементов в виде колечек пропускных, в виде кембриков. Кивок очень небольшой длины. Леска здесь, как правило, всегда ровно лежит по верхней плоскости кивка, поэтому какие-то пропускные кольца здесь не требуются. На конце проделано небольшое отверстие, в которое леска и пропускается. Важный момент в безмотыльной ловле – то, что кивок должен быть относительно небольшой длины. Какими свойствами обладает короткий кивок? Это вариативность техники ловли. То есть с коротким кивком мы можем придавать как плавную игру мормышке, так и достаточно агрессивную резкую игру. Этот кивок позволяет нам делать аккуратные низкоамплитудные колебания, так и высокочастотные из большой амплитуды колебания. То есть вся техника безнасадочной ловли заключается в постоянной смене проводки. И здесь именно короткий кивок очень важен, потому что он нам позволяет делать проводку разной. Но есть минусы у коротких кивков. Дело в том, что при ловле с короткими кивками очень важны отточенные движения рукой. Этот кивок не прощает какие-то огрехи в игре. То есть это все сразу же переходит на мормышку. Игра становится нестабильной, и рыбе это, естественно, не нравится. То есть важный момент в ловле на мормышку в том, чтобы игра была максимально стабильной. Следующий кивок, который мы рассмотрим, это также ловсановый кивок. Отличается он тем, что он имеет заметно большую длину. Какие свойства характерны таким кивкам? Первое свойство длинных кивков в том, что он сглаживает все огрехи в игре мормышкой рыболова. То есть рыболов делает какое-то незапланированное движение рукой. Если бы стоял короткий кивок, это бы все передавалось на мормышку. Длинный кивок эти моменты сглаживает, и игра передается относительно ровной. Но здесь же сразу кроются и минусы данного кивка в том, что с длинным кивком вариативность техники ловли заметно меньше. То есть даже если вы будете сильно трясти удочку или наоборот слабо трясти удочку, на конец кивка у вас будут передаваться примерно те же самые колебания. То есть игра получается однотипная. Нельзя сделать игру разной, как это важно, на безмотыльной ловле. Поэтому длинные кивки, как правило, я применяю в первую очередь для ловли на насадочной мормышке, либо на чертика или при ловле леща, когда нам важна большая амплитуда и низкая частота колебаний. Именно длинными кивками достигается максимально качественная игра в такой ловле. Следующий тип кивков, которые у меня здесь представлены, это металлические кивки. Как правило, такого плана кивки использую при ловле на большие тяжелые мормышки. Все-таки ловсановый кивок интересен в первую очередь на небольших приманках, где достаточно тонкая снасть. А когда же мы используем крупные мормышки, вот как вот здесь можете увидеть, у меня лежит крупная судаковая мормышка, порядка 10 грамм весом. При большом весе мормышки именно металлические кивки нам позволяют достичь необходимой упругости. С ловсановым кивком такого бы не получилось. У нас бы кивок просто прогнулся на 90 градусов. При ловле он бы просто выключался из работы. Металл, как можете видеть, сохраняет упругость и позволяет нам делать плавное качение мормышкой. И еще вот можете увидеть, у меня такой интересный кивок. Сделан он из металлической проволоки с припаянной пружиной. На конце у него стоит реальный тюльпан, какой используется на спиннинге. Это уже классический судаковый кивок, который используется только под ловлю судака. Он практически не обладает какими-то упругими свойствами. Также он пригоден для блеснения. Но и на крупные мормышки при ловле судака на больших глубинах я его также применяю, когда выхожу на такую рыбалку. И сейчас я бы хотел вам показать технику ловли на безнасадочную мормышку. Как происходит облов лунки и вообще техника поиска. Допустим, мы только что просверлили лунку. Характерный момент в том, что лунку мы не вычищаем полностью. Ловим мы сейчас на небольшой глубине. Здесь глубина порядка полутора-двух метров. Наша привычная рыба, это окуньоплотва, она, как правило, боится светлых участков водоема. Если общий покров у нас уже снежный, то есть подо льдом реально темно, при виде солнечного света рыба пугается. Поэтому, если мы полностью очищаем лунку от снега и от шуги, у нас под лед попадает очень много солнечного света. Нашу привычную рыбу, это окуньоплотва, такая ситуация пугает, и она, как правило, отзывается на приманку осторожно, неохотно. Поэтому лунку полностью не вычищаем, оставляем там некоторое количество шуги. Для ловли это сказывается положительно. Опять же, такой момент, то, что при ловле на безмотылку леска у меня трется либо о крае лунки, либо о шугу. Это, опять же, сглаживает какие-то неровности игры мормышкой, и мормышка движется под водой более четко и более выверенно. Собственно, давайте покажу вам, как происходит облов лунки. Разбираем снасть, опускаем мормышку, находим дно. В тот момент, когда у нас мормышка падает на дно, мы четко фиксируем по кивку, он у нас отыгрывает вверх. Ведем, 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 ведем. Вот у нас приманка достигла дна, еще раз вам покажу. То есть, ведем мормышку вниз. Вот момент, когда кивок отыграл вверх, это значит, что приманка упала на дно. И, собственно, вся проводка и вся ловля у нас осуществляется с привязкой ко дну. Произвожу несколько колебаний приманки на дне. То есть, это такие постукивания по дну, 3-4-5 постукиваний. И дальше начинаю плавную, выверенную игру мормышкой вверх с небольшим поднятием. После того, как мы сделали пару однотипных проводок, опять же, после каждой проводки я стучу несколько раз по дну, стоит сделать какую-то одну агрессивную проводку для того, чтобы попробовать привлечь рыбу с какого-то расстояния. То есть, здесь я переворачиваю удочку, в таком состоянии кивок у нас не работает. И при резкой тряске, то есть, мормышка ведет себя очень агрессивно, очень сильно вибрирует, тем самым приманивая рыбу своими колебаниями с какого-то расстояния. То есть, делаю две проводки очень-очень агрессивные. На них, как правило, не происходит поклевок, но это нам нужно именно для того, чтобы привлечь рыбу к нашей приманке. Чтобы она с какого-то расстояния подошла и заинтересовалась. После чего начинаем проводку уже классическую, медленную и плавную. Стоит заметить такой момент, что при ловле на безмотылку мы должны постоянно менять игру приманки. То есть, сделали сейчас проводку с определенной частотой и амплитудой, делаем теперь проводку с меньшей частотой, допустим, но с той же амплитудой. То есть, количество колебаний у нас сейчас явно меньше. Сделаем теперь проводку с минимальной амплитудой. Трясем удочку между двух пальцев другой руки. Происходит это примерно следующим образом. У нас будет происходить сейчас очень сильная тряска, но при минимальной амплитуде. Выглядит это примерно следующим образом. И дальше делаем опять обычную высокоамплитудную, высокочастотную игру мормышкой. Как правило, при поиске рыбы, приходя на лунку, я делаю два полных цикла. Если я не вижу поклевки, то я перехожу на следующую лунку. Именно таким образом у нас осуществляется поиск по водоему. То есть, вы пришли на водоем, выбрали перспективный участок ловли и делаете на нем лунки с расстоянием 5-7 метров. Ближе, наверное, не стоит. То есть, когда у вас происходит в какой-то из лунок поклевка, далее уже начинаете делать лунки ближе друг к другу. То есть, выискивать рыбу на конкретном пятаке, который вы расцениваете как потенциальный пятак с рыбой. Вот сейчас, собственно, произошла классическая ситуация при ловле на безмотылку. Просверлили несколько лунок, не было у них результата. И в очередной, на третьей проводке, при постоянной смене игры, вот соблазнилась плотвичка. Клюнула она, как ей положено, на продолговатую овсинку с желтой бисериной. В общем-то, классика плотвинной ловли, которая работает на всех абсолютно водоемах. В том числе и на этом, который находится в черте большого города, где рыба достаточно компризная. Но на такую приманку она отзывается абсолютно всегда, даже в условиях уже такой устоявшейся и глухой зимы. На этом, пожалуй, все, что мы хотели вам рассказать о зимнеловле на мормышку. Понятное дело, что в рамках одной-двух программ всю эту рыбалку очень сложно охарактеризовать. С вами была программа Азбука подлюдной ловли. До скорых встреч!